Добрый вечер! В эфире телеканала ЖТСУ «Время новостей». В студии для вас работает Айнур Мирханова, сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. Коттеджный городок в областном центре на сегодня считается наиболее перспективным местом для приобретения жилья. Чистый воздух, выгодная геолокация и комфортабельная конструкция домов могут удивить каждого. В прошлом году 155 семей Талдукургана уже получили свои заветные ключи от собственной жилплощади. Большая часть из них – многодетные и малообеспеченные семьи, а также социально уязвимые слои населения. Одним словом, дома получили те, кто в них действительно нуждался. К слову, уже в скором времени здесь появятся все необходимые объекты социальной инфраструктуры в виде школы, детского сада, аптек, магазинов и торговых центров. Работа по их строительству уже начаты. Здесь будет, видите, вот эта школа, магазин, торговый дом, общественный бар, медицинский центр. Сети в семье. Все сети. И вот, смотрите, воркаут, спортивный. Скорость большой. На сегодняшний день мы готовы еще вручить ключи 71 дом. Кроме этого, 392 коттеджа в стадии строительства, которые будут завершены в текущем году. Если сказать в целом, то тогда 132,4 тысячи квадратных метров мы в этом году сдадим эксплуатацию. Долгожданное новоселье в скором времени отпразднуют и студенты областного центра. Общежитие на 288 мест в микрорайоне Каратал поражает своей неповторимой архитектурой и масштабностью. Здание построено с применением современных строительных и отделочных материалов. А на территории самого объекта раскинется парк отдыха, спортивные и игровые площадки. В целом, к концу года в регионе введут в эксплуатацию еще три общежития для студентов колледжей и университетов. Вот эти проекты, все мы сами утверждали на архитектурном совете. Видите? Современный. Вот монолар тоже много. Это за счет местного бюджета. Потому что колледж, вот же на нашем бюджете. Работа сейчас на этапе завершения. Выполнено 80% работ. Внутреннее здание готово на 100%. Завезена мебель, учебные кабинеты оборудованы. Внутреннее здание все готово. К 2030 году Казахстан полностью перейдет к использованию природного газа для нужд населения и отечественной экономики. Газификация населенных пунктов Алматинской области. Вопрос на особом контроле Амады Кабаталова. Так, в рамках визита премьер-министра Аскара Мамина, глава края, рассказала о реализации масштабного проекта. С 2015 года и до сегодняшнего дня доступ к природному газу уже имеют 56% населения. На сумму 12 миллиардов в тенге стартовала реализация 9 проектов в рамках государственно-частного партнерства. Ведется строительство газораспределительных сетей в Кербулакском, Болхарском, Каратальском районах. Из 20 районов и городов региона голубым топливом обеспечены 15. Бюджетные средства были построены, магистральные газопроводы Алматы-Басирки-Талгар со строительством в Талгаре-Агресса, Алматы-Талгурган, магистральный газопровод со строительством Агресса. Кроме этого, все районные центры, построенные Агрессой, подведены под водящие газопроводы. На этот год из местного бюджета выделено 3 миллиарда 400 миллионов тенге. Газифицируется в ближайшее время по 8 сел в Пискельдинском и Коксусском районах и по 3 в Жамбылском и Уйгурском. Начаты работы по разработке ПСД по газификации Тикели. В целом для газификации области привлекаются немало частных инвестиций. Активно проводится природный газ и в областном центре. Из 54 тысяч абонентов голубое топливо проведено в 11 тысяч квартир, домов и организаций. Это Жаско Кушкин первый сделал газификацию Копчега и Заричник. Полностью сейчас газ и котельная на газе, весь город газифицирован. А он газа инвестиций? Газа инвестиций. Монажер Дейхайрат Бурымбаев, Чунжук, Тоже где-то около 8 миллиардов. Нам кроме, вот видите, республиканский бюджет, областной, частный бюджет. И доля частных инвестиций против бюджетных один к четырем. Мы привлекли столько частных инвестиций. Особое внимание заслуживает тема улучшения качества дорог. С целью увеличить пропускную способность на автомагистралях и трассах Алматинской области, в регионе идет реализация более 550 проектов. В рамках программы Нурлужер реконструкцию и ремонт пройдет более 800 километров автодорог республиканского значения. По итогам года планируется открыть движение протяженностью почти 580 километров. Помимо дорог ЖТСУ, Оскару Мамину доложили и о ряде других инфраструктурных проектов, реализуемых в регионе. 500 километров дорог отремонтируем в 220 поселках. Здесь мы в 53 населенных пунктах улучшим качество питьевой воды. Здесь в 84 населенных пунктах освещение сделаем, парки улучшим. За счет ДКЗ мы построим 7 школ. 6 школ будут направлены на ликвидацию трехсменных школ. Развитие сельского хозяйства – одна из приоритетных задач. Учитывая сложившуюся ситуацию в стране, на плечи сельхозпроизводителей ложится огромная ответственность. Крестьянское хозяйство – нам, одно из крупнейших в Искельдинском районе. Общая площадь земель составляет 3850 гектаров. Предприятия в основном профилируются на выращивании овощей и картофеля. Особое внимание уделяется выращиванию сахарной свеклы. В текущем году подкладки корнеплод отведено 208 гектаров земель. В этом году государство, как и раньше, поддерживает сельское хозяйство. В этом году, как и обещали, мы получаем субсидии по минеральным удобрениям. Планируем получить субсидии за семена сахарной свеклы и кукурузы. А также будут субсидии по гербицидам. С этого года мы уже получаем удешевленное дизельное топливо по цене 165 тенге. На весенние полевые работы были выделены деньги под 6%. Мы также получили этот кредит и благополучно завершили свои весенние полевые работы. Свыше 1000 тонн говядины ежегодно производит ТО «Динара Ранч» в Балхарском районе. Перспективный агрокомплекс посетил глава правительства Аскар Мамин. Предприятие с 1996 года занимается разведением крупно-рогатого скота. Они первые в истории современного Казахстана заключили сделку с сельхозпроизводителями США и закупили более 250 голов крупно-рогатого скота породы Геррифорд и штата Техас. Сейчас мощность хозяйства 5000 голов КРС. Коллектив «Динара» насчитывает 800 человек. Во время чрезвычайного положения и карантина, так как мы являемся продовольственной компанией, для наших компаний был организован зеленый коридор для беспрепятственного провоза продуктов питания. У нас центральный аппарат, большая часть сотрудников работали на удаленном доступе, но производственники, так как это производственная часть, сохраняя все меры гигиенических норм, санитарных, гигиенических норм, работали на местах. То есть в этом плане, что сокращение по сотрудникам или задержка по заработной плате не было. Наука – залог хорошего урожая. Такого девиза придерживаются у руководителей ТОО «Байсерке Агро». Для достижения заданной планки ведется активное сотрудничество с научно-исследовательскими институтами. На полях внедряются инновации, такие как «Умный полив» и другие. Глава правительства посетил хозяйство и ознакомился со всеми внедренными ноу-хау. Если говорить уже о части науки, то у нас работают семь академиков. Мы сотрудничаем с такими научными организациями, как Казахский институт земледелия, Казахский институт защиты и карантина растений. Также сотрудничаем как с учеными ближнего, так и дальнего зарубежья. Мы организовываем мастер-классы, организовываем семинары, круглые столы. Наша основная задача – с гектара, с одного, получать относительно как с 10 гектаров. Уже в этом году запустят Казахскую плотину в Аксузском районе. Напомним, в 2010 году дамба была прорвана и поток воды смыл одноименное село. Реконструкцию объекта начали в 2016 году. Стоимость проекта – почти 6 миллиардов тенге. В настоящее время плотина готова к приему воды. После введения ее в эксплуатацию посевная площадь увеличится почти на 7 тысяч гектаров. Это поспособствует развитию свекловодства, бахчеводства и других направлений аграрной сферы, уверены сельчане. Глава правительства остался доволен проделанной в регионе работой, отметив, что ставит ЖТСУ в пример другим областям. Нужно продолжать работу по намеченному курсу, подытожил Аскар Мамин. По труду и награда президент страны поблагодарил сотрудника Алматинской областной инспекции лесного хозяйства и животного мира Леонида Сидоренко, охраняющего природу от браконьеров вот уже более 30 лет. Вручил благодарственное письмо от главы государства, ветерану лесного хозяйства, министра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Макзумир Загалиев. Леонид Сидоренко начал свою трудовую деятельность в сфере лесного хозяйства с должности водителя охоты инспектора по охране САЙГИ. За 30-летний труд поработал под началом 15 руководителей. Теперь он сам возглавляет целый отдел. Получить благодарность за труд от самого президента страны Леонид Сидоренко не ожидал. Я хочу сказать благодарность Ельбасы, правительству Республики Казахстан, Министерству экологии, геологии и природных ресурсов, а также своему коллективу в лице руководителя инспекции Мамиева Тимирлан Булаточа за оказанное мне честь и доверие, которое я постараюсь в дальнейшем преуспевать и оправдать. Вручал президентское благодарственное письмо министра экологии и природных ресурсов Макзумир Загалиев. На счету у Лесничева десятки задержанных нарушителей предохранных законов. Именно благодаря таким людям жители страны смогут наслаждаться богатством природы. Сегодня борьба с браконьерством ведется очень активно, но в любом случае, к сожалению, проблемы с браконьерством остаются. Это и незаконное рыболовство, это и проблема сайгаков. И в прошлом году по поручению главы государства было ужесточено законодательство. С начала этого года инспекторами лесного хозяйства и животного мира осуществлено более 50 рейдов, при которых выявлено 21 нарушение правил охоты и составлено 18 административных протоколов. Три материала переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела. Айнур Мирханова, Асет Дюсенбек, телеканал ЖИЦУ, Талдыкурган. В Талдыкургане откроется централизованная ПЦР-лаборатория. В рамках рабочего визита в Алматинскую область заместитель премьер-министра страны Иралы Тукжанов ознакомился с ходом мероприятий по профилактике COVID-19. Он также посетил и строящийся объект. Новая лаборатория – седьмое по счету специализированное медучреждение. Благодаря автоматизированному оборудованию оно сможет принимать до 3000 посетителей в сутки. Стоит отметить, что строительство ведется в рамках государственно-частного партнерства. Лаборатория совместит в себе медицинский центр и блок консультационного и герусологического отделения, в том числе на определение коронавируса. Заместитель премьер-министра высоко оценил качество новой лаборатории, особенно в текущей ситуации, подчеркнув необходимость максимального охвата населения на выявление опасного вируса. Заместитель Акима области Батыржан Байжуманов в ответ проинформировал о ходе работ по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией. По его словам, в группу риска, кроме медработников и сотрудников правоохранительных органов, вошли продавцы магазинов, а также провизоры аптек. В целом в Алматинской области проведено более 38 тысяч исследований на выявление коронавирусной инфекции. Мы планируем ПЦР-лабораторию непосредственно уже запустить к концу следующей недели. Оборудование все заведено, осталось получить только разрешительные документы. И все, мы готовы работать, персонал, весь штат есть, наличие обучен. Впосредственно в лаборатории будет 5 сотрудников пока работать, вся лаборатория автоматизирована, люди будут работать на анализаторах. А мы продолжаем выпуск. Сезон фонтанов открыт. Если ежегодно этот процесс сопровождался интересным и увлекательным мероприятием, то в этот раз каскады струящейся воды были запущены без какого-либо торжества. Причина – карантинный режим. Но, как утверждают горожане, это не главное. Запуск фонтанов – это праздник души и сердца. Несмотря на продолжительные карантинные меры, местные власти решили не изменять традициям. И чтобы хоть немного поднять настроение талдыкурганцев, одновременно по всему городу запустили все фонтаны. А их в городе семь. И все они уникальны своей архитектурой, интересной игрой подсветок и музыкальными композициями. Отметим, идея создания фонтанов принадлежит Акима Алматинской области Аманду Кубаталову. Ежегодно запуск фонтанов сопровождался масштабным торжеством. Полюбоваться на завораживающий танец водяных струй, подсвеченных разноцветием светодиодов, собиралось более 15 тысяч горожан. Специально на праздник приглашались и звезды отечественной эстрады. Однако в настоящее время, несмотря на послабление карантина, опасность распространения коронавирусной инфекции остается. В связи с чем местные власти решили запустить их без проведения массовых мероприятий. Но это не расстроило горожан. По их словам, самое главное, что фонтаны снова заиграли и вызывают море положительных эмоций, особенно у детей. Мы ждали этого как праздник. После этого карантина дома постоянно сидим. Сейчас как раз таки вот детям раздолье хоть погуляем. Надеюсь, его не прикроют скоро. Фонтаны классные, нравится. Мы в том году сюда переехали и ходили на фонтаны осенью. А в этом году очень ждали, когда в плюсе этот маленький сын ждал очень-очень. За последние пять лет в областном центре капитально отремонтировали все имеющиеся фонтаны. Они гармонично вошли в общую архитектуру города и являются настоящим украшением Талдыкургана, а также самыми посещаемыми местами горожан и гостей областного центра. После снятия режима чрезвычайного положения и послабления карантинных мер возрос объем движения. И блокпосты на вездах в Талдыкурган оказались загружены настолько, что автомобилисты вынуждены стоять по 40 минут, а то и больше, чтобы попасть в областной центр. Амандах Баталов поручил разобраться в сложившейся ситуации. Какие меры предпринимают ответственные лица, чтобы увеличить пропускную способность, смотрите в следующем сюжете. Режим ЧП в стране снят. Карантинные меры ослаблены. С оговоркой на строгое соблюдение санитарных норм вновь начали работу многие предприятия и заведения областного центра. Однако блокпосты оказались не рассчитаны на такой транспортный поток. В итоге на вездах в город ежедневно стали образовываться огромные пробки. Ситуация показала, что Аким области держит руку на пульсе. Он распорядился решить проблему в кратчайшие сроки. На сегодняшний день по Алматинской области усилены как профилактические, так и практические меры в связи с карантином. По области функционирует 36 блокпостов, 16 из них по периметру города Алматы. В них задействовано свыше 300 сотрудников. На постах осуществляется проверка заезжающих граждан и разрешительные документы на везд и выезд в область из территории области. Разрешительные документы – это специальные пропуска, выданные местными исполнительными органами по перевозке грузов, в том числе транзитных, жизнеобеспечением населения и так далее. Вместе с тем запретно не действовать на транспорт, направляющийся на садово-огородное общество, дачные участки при наличии подтверждающих документов. Просим всех граждан не расслаблять личную и гигиеническую защиту и строго придерживаться всех правил карантина во благо улучшения сложившейся ситуации. С увеличением проверяющих пропускная способность выросла в разы, и время простоя на пробках составляет в среднем 10-15 минут, даже в час пик. На постах замеряют температуру, проверяют документы. Здравствуйте, Филинград, ЖТСУ. Вы в очереди сколько времени стояли? Да минут 10. 10, да? Очередь длинная? Ну, не особо. А вот вы часто в город ездите? Нет, не часто. У вас есть пропуск, да, получается? У меня есть явка, да, к онкологу. Да, направление. Однако не все автомобили могут беспрепятственно въехать в город. Не имеющие соответствующего разрешения или справки с работы, вынуждены разворачиваться и ехать обратно. Порядок есть порядок. Елеман Рабеков, Аблак Тхбе, телеканал ЖТСУ. Завтра все мусульмане всего мира отметят один из главных исламских праздников – Едаль-Фитр. В Казахстане его называют Орзаайт. Согласно лунному календарю, Едаль-Фитр наступают сразу после окончания священного месяца Рамазан. Впервые за всю историю независимого Казахстана верующие встретят праздник по-иному. Обычно в Орзаайт во всех мечетях совершается праведственничный намаз. Молитва проводится коллективно. Но в этом году из-за ситуации с коронавирусом она не состоится. Согласно ханафистскому мазхабу, которого придерживается львиная доля мусульман страны, совершать праздничную молитву одному дома нельзя. Вместо этого в день Орзаайт, после того, как взошло солнце, каждый может прочесть дополнительный нафиль-намаз, говорят представители Духовного управления мусульман Казахстана. Совершать праздничный айт-намаз – обязанность для каждого мусульманина. Однако из-за пандемии верующие не могут сделать этого. Поэтому можно прочитать нафиль-намаз. Он состоит из двух или четырёх ракатов, но желательно прочитать четыре. Прошу верующих не беспокоиться из-за того, что не приняли участие в коллективной молитве. Ведь это произошло не по собственному желанию мусульманина. Таковы обстоятельства. Помните, главное – намерение. Также хочу призвать верующих воздержаться от похода в гости в период пандемии. Всем миром на квартиру. В последние дни священного месяца Рамазан сразу три семьи стали обладателями нового жилья. Торжественное вручение ключей состоялось в мечети имам с участием представителей духовенства и деятелей культуры. Подробности из сюжета. Семья Айжен Берлигожановой – одна из трёх, кто в последний день священного месяца Рамазан получили собственное жильё. Молодая женщина наконец-то стала хозяйкой. Теперь у неё собственный четырёхкомнатный дом. Вместе с ней новоселье отметят семьи из Алакульского и Аксусского районов. Жилищные проблемы разрешились благодаря проекту «Ель-Улеса-Патерге». Его вдохновители – Духовное управление мусульман Казахстана, создавший благотворительный фонд «Зикет». Я безмерно благодарна фонду «Зикет». Благодаря проекту «Ель-Улеса-Патерге» моя семья обрела свой дом. Хочу выразить признательность всем гражданам, кто пожертвовал средства для нуждающихся. За два года существования фонда только в Алматинской области получили жильё порядка 55 семей. Кроме того, представители фонда оказывают помощь и по другим благотворительным направлениям. Главная цель фонда «Зикет» – помощь нуждающимся. Благодаря проекту «Ель-Улеса-Патерге» Духовное управление помогает людям по всей стране обрести жильё. Только в нашей области было выдано более 50 домов. В каждом уголке страны действуют представители фонда «Зикет». В Алматинской области их 12 человек. В 8 районах, а также в городах Текили и Талтыкурган. Они занимаются сбором и распределением средств. Обращение от граждан мы получаем через наши странички в социальных сетях. Каждого претендента на жильё проверяет специальная комиссия ДУМК. Фонд «Зикет» Духовного управления мусульман страны работает и в других регионах Казахстана. В скором времени новоселье отметят ещё семь семей. Теперь уже из Западно-Казахстанской области. Гульмира Тимиргалива, Мидия Джумабай, Аблайку Токбай, телеканал ЖТСУ, Талтыкурган. И в завершение нашего выпуска штормовое предупреждение. На основании прогноза Казгидромет 25-26 мая в Алматинской области ожидается сильная жара до 37 градусов. Сотрудники ДЧС рекомендуют оставаться дома, а при тепловом поражении немедленно зайти в тень, охладиться и выпить воды. В эти дни увеличен риск возникновения пожаров. Соблюдайте меры безопасности. До следующих встреч, приятных выходных и до свидания.